Дим Тараградец Юрий Батманов биатлонный дока Ульяновской области. Чего только стоит его бронзовая медаль на чемпионате Европы. Правда, тот успех датирован далеким 2000-м. Ныне Батманов тренер детей в региональной федерации и участник ветеранских стартов. Как известно, очень много в биатлоне зависит от стрельбы. В тренировках на рубеже спортсмены проводят очень много времени. Юный спортсмен начинает с пневматической винтовки, а стреляют, как правило, по бумажным мишеням. Но Батманов решил разнообразить тренировочный процесс и теперь его воспитанники палят по установке. Очень похоже на настоящие биатлонные мишени, только в несколько раз меньше. Взяли за основу такой вот короб, в который инженер разработал механизм, собрали, ее много тестировали, много переделали. В итоге пришли к такому варианту, который уже спортсмен стреляет и говорят, что супер и классно. Не изобретатель, но новатор говорит про себя Батманов. Подобные установки уже производят в нескольких российских биатлонных центрах. Однако именно Батмановская коробочка имеет право называться уникальной. Ее мишени могут трансформироваться для стрельбы из положения лежа и стоя. Данная установка отвечает всем требованиям правил по пневматике. То есть у него 50 миллиметров для стойки и 30 миллиметров для лежки. То есть с помощью вот этого флажка мы переводим из положения стоя в положение лежа. Вот это ее универсальность. В комплект установки, которую сконструировал Юрий Батманов, входят и небольшие стойки, куда крепится короб с механизмом и мишенями. Стрельбу можно вести с расстояния до 15 метров. По словам биатлониста-новатора, эффект от тренировок точно такой же, как и на обыкновенном стрельбище. Только затраты на оружие и патроны несопоставимо меньше. Выстрел из пневматической винтовки куда дешевле малокалиберных патронов. Михаил Сашанский. Новость Ульянской правды. Новость Ульянской правды. Новость Ульянской правды.